С микрофоном? Нет, с микрофоном. Наша запись лекции идёт. Люди потом на ОС мотают виртуальные, все в ответы, садитесь. Это же не только для вас. Многие люди, тысячи людей слушают, и они ответы на свою жизнь получают. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вы сегодня здесь, потому что я могу задать вам вопрос. Вопрос в следующем. Я уже 14 лет работаю врачом, много попадаю людям, я люблю людей. Наверное, я люблю сюда. Ну, все любят себя нормально. И ты какой-то время назад стал выгорать в своей работе? Это не потому, что неправильно живёте. Я жил, наверное, больше не правильно. Две причины выгорания, две. Первая причина – неправильный образ жизни. Вот я выгораю, посмотрите на меня. Чувствуете вы, что я такой весь? Нет. Я сегодня пробежал 17 километров. Потом я бегал в одних трусах. Минус там 4 было. Я варишки одел, шапку. Здесь футболка, я желаю всем счастья, трусы. Да, пробежал, я пошёл и посидел в проруби 5 минут. Я сидел шесть. Шесть я сидел? Незаметно время прошло. Сколько там у нас человек залезло? Человек шесть? Шесть. А? Да. Вот, люди, две женщины залезли в прорубь. Некоторые залезли вылезли, а некоторые прям стойко сидели. Некоторые меня не послушались, да. Ну, и всё нормально. Женщины послушные, я бы сказал, сидеть. Они раз сидят. И не просидели, а всё нормально. Вот. Вы смеетесь? Вы так, да, сидели? Молодцы. Молодцы такие, настоящие девчонки такие. Молодцы. Вот. Я чувствую себя прекрасно. Просто прекрасно. У меня лёгкость такая. Вы не чувствуете? Так надо жить. У меня жуткие аскезы просто. Я летаю, там, постоянное напряжение, люди, лекции. Вы научитесь правильно жить. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что цель человеческой жизни — это Бог. Мы здесь ненадолго заглянули сюда. И вы очень хороший человек, вы много добрых дел делаете. Уже просто, если сейчас уйдёте из жизни, вы уйдёте в рай. Ну, не так высоко, но уже выше. Даже и просто из-за вашей работы. Но Бог в вашем сердце говорит вам, этого недостаточно. И в этом заключается ваша недовлетворённость, потому что мы, когда слышим Бога, мы не различаем, что это Он говорит. Но Бог вам говорит, всё, вот этот цикл жизненный чисто ради лечения закончен. Теперь нужна духовная жизнь, нужно развиваться духовно, нужны молитвы, нужна духовная жизнь, работа над собой. Потому что психическое тело начало истощаться. Оно начало терять, как бы, и поэтому нужно здоровый образ жизни, нужно восполнять, нужно учиться правильно жить. Методичку читаем, всё делаем. Вода, статические упражнения, длительное движение, посты. Всё делайте, только на практике это всё поймёшь. Когда вы так будете жить, вам легче станет, вы почувствуете себя хорошо. И дальше начинается уже в свободное время молитва, ретриты. Слушать, как вот ретриты эти и проводить их онлайн. Потом можно, допустим, отпроситься на 8 дней в Сочи с нами, побыть там и поглубиться в эти практики, посмотреть, как всё делать правильно. Вот такая программа. Спасибо большое. У меня ещё продолжение вопроса могу задать? Да. Вот, какое-то время назад, когда я познакомился с Ветом, познакомился с учением, и потом был с первонастальником Владимира Бринса и стал логическим психологом. Мне сейчас нужно развивать помощь видеоклопа, запускать YouTube-канал. Немного занято, потом начали отдать. И у меня уже месяца 4, что-то, когда старый образит, он мешает делать, и ресурс заканчивается. Давайте по очереди. Сначала ЗОЖ, вы набираетесь энергии, а потом делаете всё остальное, потому что сейчас вас уже не хватает на лечение, на YouTube-каналы, на всё это. Вы просто не понимаете, что если человек расходуется, должен наполняться, баланс должен быть. У вас нет наполнения, вы только расходуетесь. Я же тоже много чего делаю, и лечу людей, и каналы, но я делаю это всё в балансе. Поэтому я свежий, бодрый и счастливый. То есть сначала наполняю себя, сначала в баланс входите. И это всегда в жизни человека есть только один путь. Победа над судьбой означает, сначала внутри себя побеждаешь судьбу, потом между нами, и потом внутри него. Это касается любого действия. Допустим, вы решили развиваться, допустим, как ведический психолог. То есть вам надо сначала внутри себя получить силы, потом настроить правильное отношение с людьми, а потом менять сердца людей уже. Такая последовательность такая. Но так как вы первый шаг не сделали, у вас нет фундамента, поэтому вы просто сгораете, и всё. У вас нет знания, как правильно жить. Что будете передавать людям, если у вас нет знания? Знания немножко есть, практики мало. Знание означает баланс. Если вы живёте в балансе, у вас есть знания. Нет баланса, нет знания. Спасибо. У меня есть знания, потому что я в балансе. Я показываю свой пример. Мне 59 лет, я летаю по 60-80 тысяч километров в год. И по всей земле читаю лекции, людям даю знания, помогаю всем, и при этом сохраняю здоровье. Я не болею. Сегодня мы бегали, когда со мной решили, ну человек восемь, наверное, парней пробежать вместе. Ещё двое кроме меня добежали со мной. Остальные все или устанавливались, потом подключались, или вообще сошли с дистанции. Но они все были моложе намного меня. Как так получается, что мне 59 лет, и я больше возможностей имею физических, чем молодые ребята. Как так получается? Кто со мной бегали, ребята могут это поднимать? Почувствовали, что у меня нормальное здоровье? Да. Да? Вы на практике, да, в жизни почувствовали? Да. А? Неожиданно. Неожиданно. Как так? Я, блин, устал, а вы ему хоть бы что, да? Ну, прекрасно. Видите, люди так наглядные сильные, потому что надо правильно жить, учиться этому. Учитесь. Хорошо, и будьте счастливы. Вы ещё много пользы принесёте. У вас через полгода начинается другой период жизни. Спасибо. Володя молодец, он многих людей поднимает. Вот такой очень харизматичный человек, добрый по природе, смелый. Немного хороших качеств. Да, у меня был тяжёлый период, он мне помог, откликнулся. Ваш вопрос? Да. Добрый вечер, Аня Геннадьевич. Привити мои поклоны. Разрешусь поблагодарить вас от всей нашей компании. Вы такие хорошие мои. Из Таврополя, да? Вы так желали встречаться с вами, да. Какие они из Таврополя. Хорошо. У меня такой вопрос. Как можно помочь близкому человеку, который потерял возможность чувствовать радость? Радость просто от жизни. Сначала начинаем с себя, потом между нами, потом ему. Других вариантов нет. Из себя начинаем все три уровня. Психофизически означает любовь к природе, контакт с ней. Наполняется природой, учитесь. Природа бесконечную энергию нам даёт за так. Бесконечную. Но мы вообще её не понимаем, не любим, не ценим. Вообще мы дураки в этом плане полные. Вот я сегодня пробежался, такая природа, так хорошо, там бегать было, так красиво. Потом вода вот эта, там так прорубь такая шикарная. Просто залезешь, как в нектаров такой погружаешься. Просто красотень, вообще так классно. Ну люди ничего этого не знают. Они не могут всасывать эти энергии в себя, не бояться природы. Это так печально. Можно так счастливо жить, быть здоровым всю жизнь. И это когда делаешь, то это первый этап. Природа, добрые люди учить, служить людям, всем помогать. Потом Бог. Себя наполнило, передавая силу близкому человеку. Если нет сил, как вы им поможете? Начинайте с себя. Никак по-другому. Вообще нет помощи, не бывает по-другому. Если у тебя нет силы, как ты поможешь? Два дистрофика ползут, один раз башкой от пол, два башкой от пол. Он говорит, у тебя что, бег с препятствиями, что ли? Как они кому-то помогут? У них нет сил. Спасибо, Владимир Владимирович. Чтобы помогать, нужны силы. Видите, вот женщина хочет в Америку, это нормально, а хотите в Америку, это нормально. Надо куда-то хотеть, иначе сдохнешь. Если человек никуда не хочет, это он не живой просто. Он может что-то хотеть. Желание означает жизнь. Но я, когда я был молодой, мне было 23 года, я хотел помогать людям. Я не хотел в Америку. Я читал лекции в Тольятти 23 лет. Я уже стал Олег Геннадьевич 23 года, я читал лекции в Тольятти, в Самаре потом в институте, когда учился, начал читать лекции, людям помогать. И потом я как бы начал постепенно, когда закончил институт, я попал в Индию, там получал знания, учился, изучал все, много времени научил тратить. Но параллельно читал лекции, продолжал давать знания, ну помогать людям всегда продолжал, но учился жить правильно. И со временем, из-за того, что я хотел помогать людям, все больше и больше городов я смог посещать, потому что люди везде меня ждали, потому что я им хотел помогать. А с 98-го года меня узнали везде в России. Ну а Россия тогда, не только Россия, Украина узнала. Ну все, вот эта русскоязычная зона, она вся меня узнала в 98-м году. Я стал известным человеком. И тогда, так как эти знания никто не давал, сейчас очень много тренеров разных, тогда никого не было почти. У меня на лекции приходило по тысячу человек в залы собирались в разных городах. Самый большой у меня собралось в Киеве, 1450 человек в зал был. Это был самый большой зал в Киеве, и они сказали, «Если больше придет, мы будем стадион снимать». Но почему-то потом больше не приходило уже. И я вот так ездил, и постепенно диапазон расширялся. Потому что я просто хотел помогать людям, и теперь для меня открыта вся земля. Вот куда бы я ни захотел, я везде поеду, везде буду читать лекции. И это я вам говорю о том, что надо, когда ты чего-то хочешь, отрывайся от себя. Думай больше о других, и Бог тебе поможет. Все твои мечты будут осуществлены, если ты будешь, забудешь про себя, и будешь служить другим, помогать другим. В этом ключ заключается успех. За топливы дела, когда человек делает. Если человек сильно прикован к себе, то это плохая судьба означает. Постоянно думает о своем, о чем-то. Значит, он так и будет, все время терять силы, таять. Но когда человек, наоборот, старается служить другим, заботиться обо всем. И даже здесь становится легче жить. Ну тогда запоминайте это время, пока в Америку не уехали. Потом будете скучать, многие скучают по России. Всегда человек скучает по родам. Всегда, конечно, хочется где-то лучше. Два червячка вылезли из одного места. И папа, и маленький сыночек. И сыночек говорит, папа, а правда червячки живут в сладких арбузиках? Правда. А правда в яблочках? Правда. А в абрикосиках сладких? Правда. Папа, пойдем туда, поползем туда жить. Нет, сынок, пролезай назад, там наша родина. На родине все это лучше. Везде всегда кажется, что где-то в другом месте лучше, чем здесь. Это обычно, это мышление человека обычно. Но вам всегда кажется, что там рай где-то в другом месте. Но если брать, допустим, как устроена жизнь, этот мир вообще. Знаете, так все удивительно устроено, что в каждой стране то, чего здесь нет, там есть. А то, что здесь есть, и ты к этому привык, тебе кажется, что это обычное дело, там этого нет. В каждой стране все по-разному. Вот, допустим, в Ригу приезжаешь, там все чисто. Там люди, представляете, в лесу ходят, бумажки подбирают. И по всему лесу урны стоят. Они бросают в урны мусор. Люди. Представляете, как устроен менталитет? Они такие чистюли. Они все прибирают. Допустим, приезжаешь туда, цветочки раздаешь, женщины в очередь выстраиваются. И друг за другом. И такие очень скромные. Они подходят, цветочек берут вот так. Если приезжаешь в Казахстан, там они такие, на тебя. Они тоже хорошие. Просто все разные люди. И разок я одной цветочек даю, она берет, а другая. И раз, у нее только это осталось. Вот так смотрят. И они не обижаются совершенно. Они нормально к этому относятся. Все разные люди везде. И везде свои есть плюсы и минусы. И везде людям, кто привыкает, где-то кому-то там нравится, кому-то там. Везде все по-разному. И люди везде счастливы. Допустим, какой минус, допустим, в Европе? Там люди очень холодно друг с другом. Им очень тяжело приблизиться. Они чувствуют одинокими себя там. Им очень тяжело быть вместе. Дружить. А в Казахстане, наоборот, они все такие, как бы, ютятся друг к другу. Они такие близкие, родные. Вот. Здесь какая-то середина определенная в России. В России, допустим, люди могут сказать друг другу все, что они думают. А в Америке не могут. Я тоже там молчала. Вот. Везде все по-разному. Везде хорошо. Когда, где нас нет, всегда лучше кажется. Мы мечтаем о других странах. Особенно, где юг. Нам нравится юг. Вот. Но если брать веды, то они рассказывают всю правду. Они говорят, что если человек едет на восток, он увеличивает духовность. На запад увеличивает материальный достаток. На юг увеличивается ощущение счастья, но сокращается продолжительность жизни. На север увеличивается продолжительность жизни, но уменьшается ощущение счастья. Ну и как бы на севере больше человек глубокомысленным становится, на юге более поверхностным. На востоке больше настроен на близкие отношения, на западе больше на деловые. Ну то есть, куда бы ни поехал, что-то теряешь, что-то приобретаешь. Понимаете? И здесь ничего не сделаешь. Вот это так мир устроен, что всегда все будет по-разному. Дальше вопрос. С кем мы говорили после? Мы решили там вопрос? Девушка, мы решили вопрос? Все? А? Смотрите. Если говорить о вашем муже, то у него очень тяжелый сейчас период идет, очень тяжелый. И я сейчас не надо о нем судить вот из-за этого периода, потому что он сейчас очень напряжен, ему нужно менять образ жизни. Вот Бог учит людей таким образом. Мы, конечно, страдаете из-за этого. Чувствуете себя тяжело, вам неприятно это. Тяжелый период у него закончится через полгода. Он длится уже год и три месяца где-то. Долго уже страдает. И он именно на личную жизнь бьет он. То есть он становится отшибленным таким, как бы тяжело ему взаимодействовать. Ну, такой его отшибает. Ну, переживите это. Терпите просто. Все эти тяжелые периоды нужны для развития человека. Когда они приходят, человек развивается. Он становится более мудрым. Ваши вопросы. Благодарю, Олег Евгеньевич, за Ваше служение, за Ваши лекции, за рецепт, я вам в онлайн-рецептах участвую. Я вам очень понравилась. Видите, я вам в онлайн-рецептах участвую. Все это возможно. Надо учиться этому. Кстати, Тальятти, это тоже имеет приемное название город Ставрополь. Как и наш Ставрополь, это уже самый. Да, да, я это знаю, да. Ставрополь на Волге, а этот Ставрополь тоже на Волге? Нет. На Кавказе. На Кавказе. Угу. Олег Евгеньевич, вот вы вчера говорили про диагностику судьбы, потом вы спрашивали у кого, кто прошел опыте, да, это что и нет. Вот я через это прошла. Я прошла, и у меня в жизни все было, даже и не врачи, и дети, и все-все-все. И я благодаря Вашим лекциям и еще другим психологическим знаниям научилась как бы молиться, вот, благословлять можно, несмотря на то, что как он всегда идет. Вот, и мне стало легче. Но единственное, что когда мы... И брачные дети у мужа имеете в виду, не у Вас? А то люди так поняли, что у Вас там не брачные дети. Нет. Себя чего наговариваете на свет. Как бы я и дальше хочу идти по... Вы будете идти, все нормально. Вот, но иногда муж мешает мне своим поведением, потому что... Ну, Вы же знаете, там, бритвы по горло, чей, как колодец. Мешает, что ли? Нет человека, нет проблем. Что Вы мне об этом говорите? Ну, мешает терпить эти Ваш мужа. Ну, да, это плюс. Ну, все. Ну, вот. А Бога, какие-то дальше улучшения им нет. Улучшения там, в отношениях с Богом есть, Дух. Улучшение... Вы воспринимаете этот мир, как, мои хорошие? Вы как его воспринимаете? Вот здесь вот, как курица бегает, вот, или таракан думает, что нога — это явление природы человека. Вот, понимаете? Мы очень поверхностно воспринимаем этот мир. Мы не видим глубины. Вы не понимаете, что... Муж — это всего лишь отражение Вашей жизни. Чем выше Вы поднимаетесь в Своем сознании, тем лучше Ваш жизнь. Солнце, когда восходит, тени исчезают все. Поднимайте Своё сознание вверх. Солнце в Вашей жизни будет повышаться. Тени будут исчезать. Развивайтесь. Муж — это трамплин для Вашего развития. Бог всегда такую триггерную зону обязательно сделает каждому человеку. Обязательно. Для того, чтобы мы развивались, чтобы мы не скучались здесь. Потому что, если человеку сделать всё хорошо, он такой, а-а-а... И хрюкать начинает потом. Нам нужна какая-то зона для роста. Вот у Вас муж — зона для роста. Он приносит проблемы, беспокойство. Он тупит, ничего не соображает, блин. Хочется его поубивать иногда за это. А Вы поймите, что муж — это не является целью Вашей жизни. Он просто Вам стабилизирует ситуацию в жизни, в чём-то помогает. А целью жизни — это Бог. У меня сегодня была такая беседа с одной женщиной, которая выходит замуж за мужчину, у которого уже четыре жены. Есть. В Арабских Эмиратах. Она не мусульманка, она украинка. И простой ответ — сказать, да пошли ты его, как бы, да и всё. Простой ответ, да? Но когда в ситуации разбираешься, человек на уровне шейха находится. Имеет великолепный характер. То есть он реально заботливый, верный, добрый. Столько качеств у него, которые вообще нет у других мужчин. Он реально очень порядочный человек. И у него такая культура. И мы её пытались от него оторвать. То есть она попыталась с помощью меня оторваться от этого человека. Но потом она поняла, что жить надо для Бога. Потому что она может эти богатства, которые ей предоставляет этот человек, использовать в служении Богу. Она может принять этих женщин, которые друг друга любят, тоже заботливые, очень такие, верные. Принять как свою семью. То есть это зона для неё, зона роста. Потому что можно же просто отморозиться, всех ненавидеть, а можно учиться дружить, любить. И вот у неё выбор. Она два года мучается. От него пыталась уходить много раз, но ничего не получается. Она возвращается назад. Потому что он дарит ей много возможностей в жизни. Она его любит, и он её любит. И вроде бы кажется глупо. Зачем делить своего мужчину с ещё четырьмя женщинами другими. Но этот мир настолько глубокий, настолько всё по-разному у всех. Кажется, вот простым взглядом, надо сказать, да свалит от него. Но когда я всё проанализировал, увидел всю ситуацию, я понял, что у неё нет выхода. А потом, когда я ещё посмотрел её прошлой жизни, я понял, что у неё вообще без вариантов. Потому что позапрошлой жизни она жила на высших планетах, и там, на этой планете, где она жила, там всегда у мужчин несколько жён. И у неё было пять жён. Она была мужчина, у неё было пять жён. Она мне сначала сказала, я четвёртая. Я говорю, у него будет ещё пятая жена. Она говорит, я не это, не только не это, я не выдержу, пятая не будет. Я говорю, будет. А потом оказалось, что она уже есть у неё пятая. Просто она уехала, она не живёт с ним. Я говорю, нет, тогда уже всё. Отстрелялись. Вот. И она с ума сходила, не хотела за него замуж выходить. Потом, когда мы провели весь анализ, она поняла, что это её судьба. Она не сможет никуда деться от него. Я посмотрел её жизнь, если она уезжает от него. Всё проанализировал, все варианты, увидел, как судьба работает там, там, там. И сразу возникает вопрос, нахрена это надо вообще делить мужчину с другими женщинами? Ответ такой. Бог хочет, чтобы она отреклась, вот она вышла замуж и отреклась от своих желаний. В пользу Бога. Потому что Бог с помощью неё хочет помочь этому человеку сейчас свои богатства направить на служение людям. Сам он не знает, как это сделать, но она уже давно слушает мои лекции, она очень настроена служить людям, заботиться о них. И вот Бог вместе с ней даёт этому человеку шанс не в ад попасть в конце жизни, а возвыситься. Она ему поможет, детям поможет, всем вот этой семье. И сама будет молиться, использует средства для того, чтобы служить людям, много добрых дел сделает на земле с помощью этих средств. И вот она, жертва такая, что она вот приходит в такую семью, это её жертва. Но она не хочет её понимать, она токает ногами. Но сейчас уже она поняла, что надо идти этим путём всё. Этот мир очень удивительный и очень необычный. То же самое, как касается вас. Ну зачем спрашивается жить с таким человеком, который вообще никак на вас не похож, он даже рядом не стоял. Но так Бог хочет, чтобы вы учились смирению, терпению. И это зона роста для вас, этот человек, понимаете? И поэтому вам надо с ним жить, развиваться и отречься от желания наслаждаться человеком. Когда вы полностью пройдёте этот путь, то возвысите, в следующей жизни получите очень возвышенное рождение. Нет, всё, моя хорошая, сейчас будет лекция. Я всё, что надо, вам сказал, это достаточно. Спасибо. Благодарю. Итак, мы с вами изучали, что такое судьба. Судьба — это энергия, которая влияет на нас в результате наших прошлых поступков. Всё очень строго. Нет никаких отступлений. Каждый человек, который находится рядом с нами, — это наша судьба. Каждый взгляд, всё, что мы имеем в этой жизни, — это всё наша судьба. Никаких случайностей нет. Всё абсолютно, всё переплетено и закономерно в этом мире. Этот мир создан Богом. Он очень глубокий. Люди, которые изучают законы, атомы, движения, они просто зарываются в детали, общей картины не видят, и поэтому они очень глупят. Они не понимают глубину этого мира, его красоту, его правильность, его закономерность. Не понимают люди, когда они изучают. Есть два вида знаний. Есть знания восходящие. Это знание создано человеком по наитию Бога тоже. Когда Менделеев таблицу открыл, он её открыл во сне, это Бог ему и показал эту таблицу. Также другие учёные, все любые открытия делаются, потому что Господь позволяет их делать. Это из сердца всё происходит. Человек сначала сердце открывает, а потом доказываешь уже научно. Учёные говорят, докажи научно, тогда это будет знание. Но чтобы что-то доказать, надо это увидеть сначала. И вот это видение истины Бог нам даёт. Он даёт возможность этим восходящим знаниям идти, вверх. И поэтому появляются космические корабли. И люди думают, что других планет только на космических кораблях можно достичь. Но я один раз одного великого мудреца прочитал книгу «Лёгкое путешествие на другие планеты». До меня дошло, что если ты, допустим, летишь на другую планету, несколько поколений нужно, чтобы туда долететь, так тебе лучше просто добрые дела делать, и ты туда поднимешься в следующей жизни, сменив своё тело. Понимаете? То есть, другими словами, не надо так сильно запариваться по поводу научно-технического прогресса. Это, в принципе, хорошо, нормально, потому что научно-технический прогресс можно использовать в служении Богу. Понимаете? Это реально работает так. Потому что ты действительно так настроен, потому что многие люди думают, что научно-технический прогресс — это для меня, для моего наслаждения, или это демоническая вещь. Там всё зависит от того, человек, чем больше знания получает, тем больше он может служить Богу в целом. Но так как мы ничего не соображаем в этом, поэтому мы неправильно этим пользуемся. Но человек должен понять, что научно-технический прогресс — это всего лишь инструмент, а главное — это то, куда ты направил свою мысль. И сознание именно человека, когда правильное сознание у человека работает, только тогда он сможет реально развивать себя. Потому что современная культура, современное знание далеко от истины. Понимаете? Люди вообще не разбираются в том, как устроен этот мир. Мы ничего не знаем. Ну вот результат современного прогресса. Сейчас я ему покажу. Будет смеяться. Из вас кто-то испанский язык знает, нет? Ну всё равно будет смешно. Но не надо, не мешайте сейчас людям смотреть, что вы, зачем дёргаться. Ну не дёргайтесь, сядьте на место. Нормально? Это современный прогресс. Олег Геннадь читает на чистом испанском лекции. Как это происходит? Мои лекции сначала в русском превращают в текст, потом дальше программу переводят на испанский. Человек испаноязыский смотрит ошибки. Если всё нормально, текст правильно переведён. Дальше нажимается на кнопочку, и программа генерирует мой голос, моё изображение, губы. И всё, и делает лекцию. Моим голосом, чисто на чисто испанском языке. Вы думали, я на испанском шурую, да? Да? А я всё, я все языки знаю сейчас вообще. Я скоро на чисто китайском буду шуровать вообще. У меня нет проблем. Ну, то есть сейчас научно-технический прогресс достиг того, что я сейчас спокойно могу лекции читать на любом языке мира. Понимаете? То есть это вообще на чистом, без всяких акцентов. Чистое произношение. Вот так действует. Вы можете участвовать в этой программе. Нам нужны волонтёры. Кто из вас, например, английский хорошо знает? Most diseases primarily arise from energy. And that's why doctors don't know what to do. So how you treat a person, they don't understand. Well, let's give them some pills. And these pills enter the body and say, everyone breathe. They basically stop all processes, you know? When the bad processes stop, it might seem easier to live. Это на английском уже. Понимаете? То есть вы можете помогать тоже. Вы можете редактировать, просматривать английский текст, там полчасика в день, минут 15-20. Или русский просматривать. Можно волонтёры на русском языке помогать редактировать. И вы будете помогать мне лекции читать на всех языках мира. Потому что если русский отредактировать, дальше его можно на любой язык переводить. Итак, мы с вами изучали, что такое судьба. Это энергия. В этом мире нет случайностей. Всё происходит закономерно. Учёные этот мир изучают в результате эксперимента. Но это называется восходящее знание. Но есть ещё нисходящее знание. Нисходящее знание — это очень сложное знание, потому что надо ещё разобраться в том, что сначала это истинное знание. Потому что много же сейчас всего пишут, там кто-то молния по башке ударила, и ему истина открылась, как он говорит. На самом деле есть священные писания, которые проверены временем. Время является самым главным ревизором. Если что-то дошло до нас сквозь года, значит, это нужно было людям, значит, это работает. И древние знания — это нисходящее знание. Допустим, Веды — это удивительное знание нисходящее. Потому что там есть сведения о размерах атома, которые подтвердились, о расстояниях до Солнечной системы планеты, о скорости света. Все эти знания 5000 лет назад люди знали. Но мы об этом ничего не знаем. Мы думаем, что мы только это открыли, и всё. Но в больших Ведах есть знания о размерах нашей Вселенной. И знания о том, какие планеты есть на ней, как там живут живые существа. И знания о том, как можно это всё увидеть. Я это всё вижу, то есть я изучил это, и могу пользоваться этим знанием. И знания о том, что такое психическое тело. Это знание позволило мне развить вот это учение, которое сейчас очень сильно помогает людям. Люди могут вылечиться от тяжёлых заболеваний благодаря очищению своего психического тела. Это не за пять минут происходит, но это реальность. И это возможно. Поэтому есть нисходящее знание. Когда ты принимаешь из Вед какие-то постулаты, ты принимаешь, что это есть. Дальше ты можешь на своём опыте, своей жизни проверить, это так или нет. И когда ты увидел, что это работает, значит, нет сомнений. Так же тоже действует закон кармы. Невозможно с помощью экспериментов это доказать. Но даже в христианском учении есть знание о том, что посеешь, то и пожнёшь. Это все знают. Иисус Христус об этом говорил тоже. Вот. И эти все виды знания, они передаются через Священное Писание. Это знание, мудрость жизни. Современная наука не изучает мудрость жизни. Даже современная психология, она далека во многих вопросах от истины, потому что она не наопирается на Священное Писание, на какой-то опыт людей она опирается тоже. Даже название психологии, это наука о душе получается, если перевести. Психос — это душа, а логия — это наука. Но часто это не о душе наука, а о чём-то другом. И непонятно, в какую сторону вообще заводит. Там этот Фрейд явно что не про душу. А куда-то ниже там у него мышление идёт. Вот. Поэтому нужно разбираться в этом во всем, потому что мы должны понять вообще, кто мы такие, что мы здесь делаем. Это самое первое, что человек должен понять, когда он здесь на этой земле родился, чем мы от животных отличаемся. Вот кошка, она знает, кто она такая или нет? Нет. А если человек не знает, для чего он живёт? Он думает, что он живёт для того, чтобы там замуж выйти, где родить, добиться там возможности жить в какой-то стране. Это не является главной целью жизни. Мы не для этого живём, мы хорошие здесь. И если у нас психика не туда направлена, сознание, то жизнь тоже будет очень плохо идти, потому что Бог корректирует сознание. Карма так работает, что она нас направляет на развитие всегда. Грех — это то, что мешает развитию, а добрые дела — то, что помогают развитию. Нас всё равно судьба будет толкать к развитию, как вы ни крутите. Но лучше тогда не сопротивляться, а просто поизучать, как правильно жить и вообще, как побеждать судьбу, как диагностировать её. Многих же косит жизнь. Вы же видите, что происходит? Надо разбираться во всём. Разум человеку для этого дан. Особенно, когда жестокая судьба приходит. Знаете, когда жестокая судьба приходит, никто человеку не может помочь, даже государству. Вот мы как бы верим, что государство должно нам помочь. Так вроде бы логично, да? Но когда приходит жестокая судьба, человеку кроме него никто не может помочь. Вот, допустим, коронавирус. Что, сидеть дома или гулять? Непонятно. Люди не знают, потому что они знают, как работает иммунитет. Иммунитет работает, когда человек двигается. Если он ничего не делает, не двигается, у него не работает возможность защищать организм. Это от движения зависит, от сил движения внутри. Иммунитет — это движение, это переварение вирусов. А пищеварение зависит, даже внутреннее, клеточное, зависит только от движения и режима дня. Потом ещё очень важное качество иммунитета — это оптимизм, пессимизм. Иммунитет — это как война. Вот, допустим, человек в окопе сидит, если он подавлен, он сможет победить или нет? Когда человек очень сильно верит в победу, мотивирован внутренне, чувствует силу внутреннюю, когда иммунитет работает, если он боится всего, в страхе находится, он сидит дома, закрывает форточки, воздуха нет, нет жизни. Если воздух не поступает в организм, человек не может нормально, иммунитет не работает. Надо всё это изучать. У нас нет знания. На определённой стадии человек может сжечь вирус с помощью движения. Вот только простыл, он может длительное движение свершить, и он выздоровеет. Я много раз это делал. Но когда стадия дальше идёт, то ты можешь вылечиться только уже в больнице. Это тоже надо понимать, что наступает момент, когда ты уже не можешь медлить. Там у тебя чуть дыхание, тяжело дышать, тебе надо уже ехать в больницу, потому что дальше может быть пневмония жёсткая, и дальше тебе придётся уже упустить момент, нельзя здесь тоже. Надо быть внимательным в себе. Но люди, у которых сильный организм, они по-любому справляются. Я помню, я несколько раз заболевал. Постоянно ездил, лекции читал. Один раз заболел в Зеленограде, под Москвой. И у нас пробежка была зимой там. И я в день пробежки узнал, что у меня положительный тест. Плохо мне стало, я сделал тест, только положительный у меня вирус. Вот. И у меня пробежка. На морозе. Была зима. Я пробежался. На следующий день сдал тест, отрицательно. Я ничего не делал, просто пробежался и сжёг этот вирус. Но, как бы, это было на определённой стадии. Я только простыл. У меня чуть-чуть только жар, температуры ещё не было. небольшая слабость. Я просто движением его сжёг, иммунитет взорвался, и всё, победил болезнь. Начинать, приезжать было трудно, потом всё легче, легче, легче. Потом в конце я чувствую уже благодать, лёгкость и всё. И потом уже отрицательно. Ну, то есть, это тоже такое возможно, но не для всех людей. Если человек слабый, он не может так уже делать. Если он нетренированный, он должен по-другому жить. Поэтому, когда человек изучает, как устроена жизнь, как устроена психика, то он больше, у него возможности в жизни. Понимаете? У него, ну, лучше жизнь совсем, другая. Поэтому, изучайте, как правильно жить. Что такое судьба? Судьба. Судьба — это неизбежная вещь, которая обязательно с нами будет происходить. Неизбежна. Она неизбежна именно в том, что она будет происходить, а не в результате. Потому что люди путают, они думают, что судьба означает суши вёсла. Вот если там у тебя вот такая судьба, значит, так будет. Нет, это бред. Начало действия предопределено. Вот предопределено то, что будет плохой период, то, что будет опасность разрушения семьи, опасность заболеваний. Это предопределено. Но как вы с этим справитесь, это уже ваша жизнь. Есть судьба, есть жизнь. И ещё, кроме жизни, есть ещё милость, потому что бывает так, что человек сам не может справиться, но Бог помогает и даёт возможность справиться. Понимаете? Ну, то есть, Бог помогает особенно тем, которые эту помощь достойны. То есть, когда человек славит Господа, молится, и он достоин, то он получает эту помощь. Вот, допустим, вот у вас женщина четыре месяца назад на втором ряду. У вас. Что, про вас говорю? Да? Четыре месяца назад у вас была ситуация сложная, но Бог вам помог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok